И снова здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! С вами снова я, Татьяна Киселёва. И вы на канале Вышивка лентами мастер-классы для начинающих. И сегодня у нас вторая часть. Я буду продолжать вышивку, которая начала в первой части. То есть в первой части я вышила только пион. И сейчас я должна закончить вот этот угловой рисунок. Одну часть я уже вышила. Так сказать, попробовала, что это, как это будет выглядеть, моя задумка. И теперь мне осталось вышить вот здесь. То есть повторить вот этот рисунок вот здесь внизу. Что мне сегодня понадобится? Сегодня я буду использовать для цветочков, решила попробовать ленту органза. У меня вот два цвета я буду использовать. Белая и розовая. Ширина ленточек 15 мм. Также я буду использовать зелёные ленточки разных оттенков. Вот более светлая такая. Решила более светлую ещё использовать, потому как у меня основа тёмная. И вот потемнее ленточка. Светлая в 12 мм. И тёмная в 6 мм. И для серединки маленьких цветочков я буду использовать вот такие нити. Ну вот она называется ирис. Вот здесь написано. Ну, это ирис необычный. Он вот оранжевого цвета. И у него вот такие есть блестящие ворсинки. Ну вот я решила его использовать. Ну и как всегда зажигалки, ножницы, иголки, игольницы. Это всё, что мне сегодня понадобится. Итак, с чего я начну? Ну, конечно же, начну я сначала вышью зелёные листочки, которые выходят из-под моего пиончика. Так, вывожу ленточку. Вот те листочки зелёные, которые я уже вышила, я все их сегодня вышивала ленточным стежком. Разница была лишь в том, что я разворачивала листочки то в одну, то в другую сторону. И поэтому проколы были где-то боковые, правосторонние, где-то левосторонние. То есть в зависимости от того, в какую сторону нужно наклонить мне листочек. И в некоторых листочках я использовала центральный прокол. То есть прокалывала ленточку в середине. Вот этот листочек мне охота повернуть вот сюда в левую сторону. Я вот такую волну делаю, чтобы у меня листочек не был прижат к ткани. И делаю прокол в левый край ленточки. И теперь поддерживая вот эту волну, чтобы она не убежала пальчиком, я хорошо подтягиваю ленточку. То один, то другой уголок. У меня перевернулось, ничего страшного. Мы её сейчас подтянем. Немножечко развернём иголочкой. Вот так. И такое бывает. Теперь я рядышком в другую сторону направлю листочек. И сделаю уже прокол в правой стороне ленточки. Справа в кромочку делаю прокол. И так же формирую остренький уголочек, придерживая ленточку. Вот. Как-то так получилось. Ну и сделаю ещё в центре. Между этими листочками сделаю ещё один листочек. Ну, немножко вот его смещу к левому. То есть здесь смотрите сами, как вам хочется уложить данный лепесточек. И здесь я уже сделаю прокол в центр. Вот так сделаю закругление. Так. Вот такие листочки. Теперь я буду вышивать цветочки. Почему я именно вот такие цветочки взяла? Немножечко необычные. Такой способ я посмотрела на иностранном аккаунте тоже в Инстаграме. И вот мне захотелось с вами поделиться. Выполняется очень просто, но смотрится, ну, на мой взгляд, интересно, красиво. Уже атласными ленточками я пробовала так делать. Мне понравилось. И сегодня я просто решила испробовать органзо. Как же будет смотреться органза. Ну, и я вижу, что она тоже смотрится прекрасно. Здесь я вот для серединки использовала нитки ирис. А можно использовать и бисер мелкий. То есть выводите иголочку, сразу нанизываете бисеринку и ее пришиваете в середине. Ну, вот мне так захотелось. Вот здесь у меня белые цветочки вот находятся прям рядом с цветочком. Ну, так же я их рядышком расположу и с этой стороны. Я пробовала делать на ленточках. Нужно такие крупненькие узелочки, чтобы они не выскакивали наружу. Или уже оставлять тогда хвостик с обратной стороны такой и потом его припаивать. Я немножечко тут просмотрела. Как делается такой цветочек? А очень просто. Вот я вывела ленточку, я ее расправила. И теперь я сделаю петельку. Я от этого вот первого прокола вот буквально отступлю, ну, миллиметра три, наверное, не больше. И сделаю вот такую петельку. Так. Ну, вот где-то высота петельки, наверное, чуть больше сантиметра у меня получилось. Теперь что я делаю? Я беру иголочку с ниточкой и стараюсь вот эту ленточку рукой убрать в сторону, чтобы мне ее не зацепить. И делаю прокол иголочкой вот в середину вот этой петельки. Так. В центр. Вот я вывела. Теперь я прижимаю эту петельку. Так вот вывела. И теперь мне нужно сделать французский узелок. Так как ниточка тоненькая у меня, поэтому узелок я делала в три навива. Раз, два, три. И уожу рядышком иголочку, придерживая ниточку, натягивая. Вот. И теперь вот так притянула хорошо. Вот такой вот симпатичный цветочек получается. Ну, сделаю рядом еще такой же цветочек. Вот с этой стороны листочка расположу. Так. Делаю такую же петельку, немножко отступая. Вот здесь я даже проколю листочек. Так. Оторвалась у меня. Расправляю петельку и в центр петельки вывожу иголочку и формирую французский узелок в три навива. И хорошо подтягиваю. Чтобы вот эта петелька прям хорошо притянулась. А пальчиками уже вот эту ленточку укладываете так, как вам понравится. Ну, вот я думаю, белых достаточно цветочков. И теперь я уложу несколько розовых цветочков. Все то же самое. Расправляем вот здесь у основания ленточку. и отступаем немножко миллиметра три. И уводим наизнанку. Формируя вот такую петельку. и в центр выводим ниточку с иголочкой и делаем французский узелок. вот так вот пальчиками даже можно приминать, чтобы цветочек какую-то форму приобретал. И вот таким же способом я сейчас сделаю еще несколько цветочков. И буду их стараться сейчас располагать прям рядышком, чтобы они вот такой как бы бутон у меня создавали здесь. Или не бутон, правильно, наверное, сказать будет, а такую как веточку, что ли. И еще, если вы будете использовать органзу, то сразу хочу сказать, что сильно длинную ленту не вставляйте в иголку. Потому что органза, проходя через вот нашу основу ткань, очень сильно деформируется. И если делать много таких стежков, вернее, если много мы будем через ткань ленточку пропускать, то к концу она как тряпочка станет. И вся такая как в дырочку, что ли. Будет не очень красиво. Можно даже попробовать не прямой делать стежок вот эту петельку. А попробовать вот край ленточный. Вот что я сейчас сделаю. Тоже получается интересно. Этот край остренький становится. Сильно его не надо утягивать, вот так оставить. А здесь даже можно вот эту ленточку, эту петельку как бы немножко в сторону направлять. И уже цветочек получится ну совсем другой. Или делать такую как складочку, когда вы делаете вот этот французский узелочек. На ленточке я имею в виду. вот такой вот интересный получился. То есть здесь у нас полет фантазии. Смотрите сами, как хочется уложить ленточку. Вот куда она прям просится ее положить. Где-то так, где-то по-другому. только смотрите, чтобы ленточка не перекручивалась. Уж если она перекрутилась, то, конечно же, ее нужно подправить. И делаем. То есть вот этим способом получаются мелкие вот такие цветочки интересные. И уже не надо делать вот каждый лепесточек вышивать таким более узкой лентой. Ну вот это как один из способов, что можно использовать еще в вышивке лентами. так подтягиваю. Вот она там даже маленько сложилась лента как-то у выхода туда. Вот она у меня видите как ушла? Как бы там скрутилась. Я хочу попробовать оставить ее так и посмотрю что получится. то есть экспериментировать всегда интересно. Ну вот смотрите как красиво получилось. Что она не ровно уходила ленточка в ткань а немножко перекрутилась и вот такой вот интересный цветочек получился. Ну я думаю у меня цветочков уже достаточно. Ну и последний штрих осталось добавить темной зелени немножко. листиков зеленого цвета более темного и ленточку я взяла уже узкую 6 миллиметров. То есть здесь нужно просто самим смотреть вот куда нужно добавить. Так ну я вот здесь вот прямо прокалывая вот этот листик который светлый у меня но этот листочек уведу немножко вот так в сторону. Где-то здесь можно перекрутить ленточку тоже будет интересно смотреться. Ну сейчас я попробую ее маленечко крутануть крутануть здесь так вот так вот так красиво она завиточком видите ложится сильно сильно конечно не увлекаться перекручивать а так чуть-чуть слегка и вот они такие крученые красивые листочки получаются ну и пожалуй еще один тоже сделаю вот здесь ну вот такой угловой узор который то есть выполнен в одном углу у меня получился осталось мне только собрать косметичку то есть сшить ее и так если вам понравился мой мастер-класс пожалуйста не забудьте поделиться со своими друзьями в социальных сетях и лайкнуть то есть нажать на пальчик кверху оставляйте свои комментарии и если вы еще не подписаны на мой канал вы можете сделать это прямо сейчас нажав на колокольчик и до новых встреч в моих новых видео